Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о творчестве молодой писательницы Аси Лавринович, автора популярных романов о любви, среди которых такие хиты, как «От одного зайца», «Влюбить за 90 секунд», «Поцелуй под Амелой» и многие другие. Аси Лавринович родилась в Санкт-Петербурге, училась на юридическом факультете, потом поступила на журфак, работала по специальности в крупном издательском доме, освещала новости спорта. У девушки никогда не было цели стать писателем, но однажды произошло событие, которое круто изменило ее жизнь. В 2016 году она выложила свою повесть «Ты прекрасный друг» на литературных сайтах, и это принесло ее невероятную популярность среди читателей. Фамилию Лавринович писательница взяла от бабушки. Неудивительно, что на творчество Аси обратили внимание российские издательства, и писательница начала с ними активно сотрудничать. На данный момент совокупный тираж книг Аси Лавринович больше 300 тысяч экземпляров, а в сети ее романы набрали более пяти миллионов прочтений. Писательница не случайно выбрала подростковую прозу, ведь ее герои молодые, веселые, и у них все впереди. В своих книгах она затрагивает важные для этого возраста темы – поиск своего места в жизни, отношения с родителями и друзьями, и, конечно же, первая любовь. Сама писательница не хочет поучать своих читателей, пусть лучше они сами сделают правильные выводы через набитые шишки героев романов. Ася черпает вдохновение в хороших книгах, классных фильмах, любимой музыке, путешествиях. В летную погоду ее вдохновляют обычные пешие прогулки по городу. Также писательницу часто озаряет в душе, и пока льется вода, она в общих чертах сочиняет мысленно сюжет. Сама Ася так рассказывает о своем творчестве. «Я всегда знала, что если напишу когда-нибудь художественный текст, то он обязательно будет для подростков. Я люблю свою аудиторию. Меня подкупает их искренность, вовлеченность. Мои читатели – классные, свободные, молодые, легкие. Young Adult – замечательный жанр. Жаль, что есть люди, которые относятся к нему пренебрежительно. Да, это не условная большая литература, но литература важная и нужная». Первая бумажная книга, с которой Ася Лавринович дебютировала, это роман «От одного зайца». По признанию автора, сначала она придумала название, а потом родился сюжет. В книге представлена история Риты Ромашиной, которая была уверена, что никогда не обратит внимания на плохих парней. Особенно, если речь идет о звезде физфака Артеме Зайце. Ее раздражает этот жизнерадостный спортсмен, который, кажется, перепутал физический факультет с физкультурным. И уж точно она не намерена готовить с ним совместный проект. А что, если сделать жизнь Артема невыносимой, чтобы он сам отказался с ней работать? Рита задумала коварный план. Только этот парень не так-то прост и тоже что-то затеял. Параллельно развивается история любви подруги Риты Аллы, которая хочет найти себе выгодную партию. По утверждениям читателей, книга «От одного зайца» подходит тем, кто обожает жизненные легкие романтические сюжеты. С одной стороны, эта история – красивая сказка, а с другой – в ней все очень правдоподобно. Отношения героев развиваются без накала страстей, как это часто бывает в жизни. Роман Аси Лавринович «Влюбить за 90 секунд» повествует о главной героине Алене Горошкиной, которая не хочет привлекать внимание парней. Однако ее подруга Ксюша предлагает сделать из Алены куколку, настоящую богатую мадам Грохольскую. А тут еще Ксения на днях где-то вычитала, что мозгу требуется всего 90 секунд для того, чтобы влюбиться. Тогда девчонки поспорили, что Алена сможет завоевать первого встречного парня за полторы минуты. А с другой стороны, есть два лучших друга – Ярослав и Дима, которые ведут праздную жизнь. Дима всегда пользовался успехом у девушек, но он поспорил с Ярославом, что внешность не важна, и даже самый нелепый наряд и дурацкая прическа не помешает ему завоевать сердце любой девчонки. По числе случайности, этой девчонкой оказалась Алена. Но и кто же из них выиграет этот спор? Как рассказывает сама автор книги, представляясь не теми, кем являются на самом деле, главные герои попадают в самые нелепые ситуации, которые их только сближают. Еще один популярный роман Аси Лавринович – «Любовь не по сценарию». Главная героиня Агния – красавица из богатой и известной семьи, внешне успешная и неприступная, но никто не знает, что у девушки очень сложные отношения с отчимом, который решил свести ее с сыном своего партнера по бизнесу. Только вот Агния не собирается потакать своему отчиму и настроена испортить это свидание любой ценой. С другой стороны, Вероника – самая простая девчонка, которая помогает с учебой Агнии и, не умея отказывать, соглашается подменить ту на свидание. Только она не подозревает, что тем самым парнем окажется ее давняя любовь. «Любовь не по сценарию» – просто идеальная история для зимы. Здесь много чудесных встреч и романтики, много юмора, интересных отсылок к фильмам и музыке. Но самая главная идея в том, чтобы не бояться быть собой, настоящей. Стоит сделать первый шаг, быть храброй и идти за своей мечтой. Роман Аси Лавринович «Поцелуй под Амелой» тоже не оставит читателей равнодушными. Оля Воробьева – обычная девушка, которая переехала в Петербург вместе с семьей из-за работы отца. В новой школе все оказалось не так безоблачно. Популярные ребята сразу же становятся примером для подражания, а на изгоев просто никто не обращает внимания. Так получилось, что Оля подружилась с Женей, который как раз прозябал в лагере изгоев, потому что из-за него год назад класс лишился выпускного вечера. Однако Оля, несмотря на все нападки новоиспеченных подруг, не перестала общаться с Женей, и их отношения вскоре переросли в нечто большее. Еще одна нестандартная личность, заинтересовавшая Воробьеву – Цветалина Константинова. Цвета намеренно ни с кем не общается, что не мешает ей быть самой популярной девочкой в классе. Случайно Оля узнает о непростой семейной ситуации одноклассницы и понимает, что той отчаянно не хватает друзей, с которыми можно было бы поделиться проблемами. И Оля решает первой пойти на контакт с неприступной Цветалиной. Роман «Поцелуй под Амелой» преподнесет читателям немало сюрпризов. Как утверждает сама Ася Лавринович, в книге параллельно развиваются две истории любви. Одна в сети, другая в реальной жизни. Для многих читателей концовка может стать неожиданной, ведь только на последних строчках они узнают имя того, с кем вела переписку героиня. Поэтому настоятельно рекомендую избегать спойлеров. Создавая роман, писательница вдохновлялась родным городом. Про Петербург легко и приятно писать. Он очень кинематографичен. Сейчас на счету Аси Лавринович уже более десяти книг, которые выходят в специально созданной серии. В главных героев романов Аси невозможно не влюбиться. Они все очаровательные, яркие, сильные и вдохновляющие. На вопрос, как рождаются образы в ее книгах, есть ли у них реальные прототипы, писательница отвечает так. С каждой историей по-разному. Бывает, что меня вдохновляет картинка. От нее и отталкиваюсь. Но чаще все-таки привязки нет. Все персонажи живут в моей голове. И поэтому не каждой истории удается найти подходящую визуализацию. Наверное, поэтому я особенно обожаю визуализацию от читателей. Всегда интересно, как видят и чувствуют твоих героев другие. Аси Лавринович называет свои молодежные романы своеобразными антидепрессантами. В них нет ничего пошлого и запретного. Нет драм и страшных предательств. Только легкий сюжет, молодость, юмор и много весны. Эти истории можно прочитать как в 15 лет, так и после 30, чтобы на несколько часов вернуться в свои школьные и студенческие годы. Где-то посмеяться, где-то погрустить. И поймать ту атмосферу беззаботности, цветущего мая и первой любви. Мне хочется, чтобы мои книги делали людей счастливыми. Завершая наш обзор, хочется сказать, что многие книги Аси Лавриновича вы можете найти в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова, города Архангельска, по адресу. Проспект Троицкий, дом 64. Уверены, молодежные романы поднимут вам настроение и оставят после себя приятное послевкусие. Благодарим за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok